При поиске самой быстро растущей религии в интернете вы наталкиваетесь на ислам. Исследования, проведённые в последние годы, интересным образом показали эти результаты. Речь идёт о сообществе с населением почти 2 миллиарда человек, что составляет четверть населения Земли. Это намного больше, чем даже в самой густонаселённой стране – Китае. С одной стороны, именно эту религию СМИ пытаются очернить больше всего. Мусульмане – это люди, а ислам – это идея. Ислам – это идея. Плохая идея. А с другой стороны, именно в эту религию обращается больше всего людей. Разве это не странно? Перед нами раскрывается интересная картина. Люди, рассказывающие о том, как они стали мусульманами во всех уголках интернета. Знаменитости, объявившие, что они стали мусульманами изо дня в день. Например, в последнее время часто упоминается Эндрю Тейт. «Ислам прекрасен. После принятия ислама я почувствовал себя по-другому. И я думаю, что в нём есть решение многих проблем, с которыми мы сталкиваемся в современном мире». Бывший депутат Нидерландского парламента Йором Ван Клаверин. «Я решил написать антиисламскую книгу, которая изначально задумывалась как антиисламская, но превратилась в поиск Бога и в конечном итоге привела меня к тому, что я стал мусульманином». Бывшая рок-звезда Кэт Стивенс. «Теперь он известен как Юсуф Ислам. Потому что, когда я начал читать Коран, одной из вещей, которая меня поразила, было то, что Коран полон напутствий, которые заставляют задуматься». Каждый год мы видим увеличение численности мусульман на тысячи в немусульманских странах. Невозможно даже предсказать, что произойдёт через 50 лет. Невозможно представить. Так что же интересует стольких людей? Что они видят? Из-за чего некоторые из них становятся мусульманами? Несмотря на столь антагонистическое отношение вплоть до враждебности по отношению к исламу, «Мы выявили несколько важных факторов, влияющих на решение людей стать мусульманами. Так что же это такое? Давайте посмотрим на них вместе». Фактор 1. Мы уже говорили, что ислам – это религия, которую СМИ пытаются очернить и ослабить больше всего. Несмотря на всю клевету, главная причина, по которой новые мусульмане принимают ислам, заключается в следующем. Эти люди берут за основу Коран и Пророка, да благословит его Аллах и приветствуют, а не СМИ или мусульман, чьи действия не соответствуют исламу. Они непосредственно изучали жизнь первого ученика Корана и человека, который наилучшим образом практиковал его постановления. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, которого они видят – это человек, завоевавший доверие даже своих врагов. Он был с ними с самого рождения и славился своей надежностью и высокими маральными ценностями. Ни разу он не был влечен во лжи. Он был известен как Алямин, что означает «заслуживающий доверия». Это имя было дано ему еще до пророчества, теми самыми людьми, которые впоследствии станут врагами ислама. Но когда он стал пророком, появилась гораздо худшая форма исламофобии, чем сегодня. И Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, и те, кто верил в него, подвергались гонениям и всевозможным оскорблениям, но ислам оказал огромное влияние. Несмотря на все преследования и попытки сдерживания, количество людей, которые становились мусульманами, не уменьшалось, а напротив, увеличивалось, как известно, тем, кто исследовал его жизнь. Они прибегали ко всему, чтобы переубедить его, заставить его отказаться от проповеди этой религии. Однажды они предложили ему стать самым богатым человеком, лидером мекканского общества и жениться на самых красивых женщинах, если он откажется от своего дела. Он отказал им, дав следующий совет, вошедший в историю. «Если бы они положили солнце в мою правую руку, а луну в левую руку, я бы не отказался от этой религии и проповедования её. Или Аллах сделает эту религию преобладающей, или я пожертвую своей жизнью ради этой цели». Он не имел никакой финансовой выгоды от этой миссии. Наоборот, он потратил все свои средства на своё дело и провёл остаток своей жизни в бедности. Иногда они пытаются придумать ему такие прозвища, как «лжец», «фокусник», «самозванец» и «користолюбец», чтобы люди не верили ему. Но это не сработало, потому что отношение было таким, что действия пророка, что всё в его жизни были очевидны. Он не мог быть таким человеком. Первые годы в отношении него и верующих был объявлен трёхлетний бойкот. Никому не разрешалось продавать им еду. Он потерял своих любимых и близких. Когда отправился приглашать жителей региона под названием Таив к исламу, и всю дорогу его побивали камнями, обливая кровью. В других случаях он даже привязывал камень к своему животу из-за голода. За свою 23-летнюю пророческую жизнь он пережил беспрецедентные трудности. Когда он отправился завоёвывать Мекку, там, где его преследовали, спустя годы он смиренно склонил голову и был достаточно милосерден, чтобы простить тех, кто обидел его. Те, кто верят в него, думают так, как дочитают его жизнь. Человек, проживший такую жизнь, не может быть лжецом в своём деле. А если этот человек лжец, то в мире не может быть ни одного правдивого человека. Они принимают его пророчества, думая так. Чем больше они узнают о его жизни, тем больше восхищаются им. Фактор 2. Если кто-то хочет принять идею, что он делает в первую очередь? Он задаёт вопросы, верно? Если он находит это логичным, то принимает идею. Это справедливые для религии. Люди хотят получить ответы на вопросы о вере. Но есть некоторые вопросы, которые во всех религиях являются неполными, которые невозможно объяснить и которые не находят разумного объяснения. Это общее признание. Религия – это вопрос, касающийся сердца. Это не вопрос логики. Поверьте в это и двигайтесь дальше. Не сомневайтесь в этом. Но одна религия является исключительной, и это – ислам. Да, ни одна религия, кроме ислама, не может дать ответы на эти вопросы. Это наводит на определённые вопросы. Свидетельством этого являются тома книг, написанные на протяжении 1400 лет, исламской истории и вопросы, которые были заданы. Тафсиры Рисалей-Нур, написанные в последнем веке, являются одним из лучших примеров этого, с установлениями, основанными на разуме и сердце. В то время как ни одна другая религия не основана на доказательствах, ислам подтверждается десятками доказательств. Даже если вы просто введёте на YouTube или Google, вы легко можете прочитать некоторые из них. Многие аяты Корана и хадисы всегда поощряют людей использовать логику и изучать знания, науку. Чтобы понять, что ислам – самая логичная религия, достаточно взглянуть на самый фундаментальный вопрос в системе верований – веру в Аллаха. Ислам – это религия, в которой наиболее чётко объясняется, что такое Творец. В то время как никакая другая система верований не упоминает характеристики Творца в полной мере, в исламе он упоминается со всеми своими атрибутами, вместе с его творчеством во Вселенной, и его характеристики представлены в деталях. Как можно ожидать, что религия будет истинной, если она не может включать информацию о Творце? Что если она использует термины, такие как «неизвестная энергия»? Даже если использовать это в качестве единственного критерия, остаётся всего несколько религий, и в объяснениях всех из них, кроме ислама, можно увидеть логические ошибки и заблуждения. Ислам даёт нам определение божества, обладающего безграничной силой и не имеющего слабостей. Другими словами, ислам, в отличие от других религий, не допускает ошибок в вере в Аллаха. Он всегда даёт самое правильное определение. Тогда мы говорим, интересно, а эта религия та, что была послана? Другими словами, может ли существо, которое представляет себя в Коране, быть создателем Вселенной? Фактор 3. Другой важной причиной является то, что 1400 лет назад ислам предложил определённые решения для проблем, которые до сих пор не решены. Мы приведём три основных примера. Например, существуют серьёзные проблемы с единством и братством между людьми. Даже если взглянуть на прошлый век, мы увидим проблему расизма, из-за которого погибли миллионы людей. Эти смерти продолжаются и сегодня. Убийства, угнетения и преследования многих российских групп, таких как Куклукс-клан, фиксируются в исторических записях. Иногда российские акты совершались непосредственно государством, как, например, в Германии и Китае времён нацизма. Не нужно идти далеко. Мы можем посмотреть на эту картину. Снимок сделан в Брюсселе в 1958 году. Если вы напишите в интернете «человеческий зоопарк», то увидите похожие фотографии. Они держат чернокожих африканцев в клетках и показывают их людям, как будто они животные. Посмотрите на этих людей. Разве похоже, что они очень веселятся? Разве то, что они делают с этим ребёнком, недостаточно унизительно? Дело не только в Брюсселе. Существуют человеческие зоопарки, начиная с 1900-х годов и до того времени в странах, таких как США, Франция и Германия. Но это развитые и цивилизованные страны. Они не смогли бы сделать это правильно. Давайте посмотрим, как смотрит на этот вопрос ислам, который они называют отсталым. «О люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга и самый почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – знающий, ведающий. Воистину, Аллах – знающий и ведающий». В Коране говорится, что было создано так много разных рас, чтобы они узнали друг друга, а не угнетали друг друга. Тот, кто призывает к расизму, не из нас. Тот, кто борется за расизм, не из нас. Тот, кто умирает во имя расизма, не из нас. Мы говорим о религии, которая говорит это. Это религия, которая не отдает предпочтение ни одной расе перед другой. Хотя такая же ошибка наблюдается во всем мире на протяжении всей истории. Каждый год во время сезона паломничества, хадж, люди всех рас, цветов и языков носят одинаковую одежду и молятся бок о бок, без каких-либо признаков превосходства или богатства. Ислам демонстрирует виденье 1400-летней давности, которого до сих пор нет у современной цивилизации. Еще одна из важнейших проблем, которую решил Ислам, это голод и бедность. Он предлагает решение и в то же время обязывает людей его выполнять. Он строит мост между богатыми и бедными и называет его закят, милостыня. Ислам установил определенные пределы для того, чтобы считаться богатым. Человек, у которого есть богатство выше этого предела, дает одну сороковую, два с половиной процента своего богатства бедным, независимо от величины его состояния. С одной стороны, удовлетворяются нужды бедных, а с другой укрепляются узы братства. Богатые не могут смотреть сверху вниз или держаться в стороне от бедных, и бедные не могут завидовать и держать злобу против богатых. Наоборот, они приближаются друг к другу, решая финансовые проблемы и обеспечивая братство. Более того, в истории есть множество важных примеров этого. В период Анатолийского сельджукского государства, сельджукского султаната Рума, приходилось отправлять корабли с закятом в Африку, потому что во всей Анатолии не было людей, достаточно бедных, чтобы платить закят. Да, в Африку, которая была колонизирована врагами ислама. В некоторых других странах, где ислам действительно практиковался, богатые сталкивались с трудностью в нахождении людей, которым давать закят после некоторого времени, потому что финансовый разрыв между ними был закрыт с помощью закятой милостыни. Человек, получивший закят, впоследствии достигал уровня, дающего закят. Современная культура, с другой стороны, не может предложить хорошего решения в этом вопросе. Напротив, она создает огромный разрыв, который делает бедных беднее, а богатых богаче за счет системы процентов. Система процентов, система Риба говорит людям, вы будете работать, а я буду зарабатывать на вашем труде, ничего не делая. Я заставлю тебя пройти через трудности, в то время как бесчисленные жизни людей годами разрушаются из-за процентов. Ислам решил эту проблему, запретив Риба 1400 лет назад. Мы можем привести еще много подобных примеров. Это одна из тех вещей, которые делают Ислам непохожим на другие и уникальным. Какая еще религия так вовлечена в жизнь? Нет такого вопроса, которого бы не касался Ислам. Она затрагивает как сердца, так и разум. Он затрагивает как семью, так и уют. Фактически, фактор 4 – это именно это. Она не остается в стенах места поклонения. Это не просто религия, которая живет в сердце. Она обращена ко всему миру и всем сферам жизни. Это еще один фундаментальный момент, который привлекает внимание новообращенных мусульман. Мы видим уроки и рекомендации по десяткам различных вопросов в Коране и словах самого пророка, которые содержатся в хадисах. Кроме того, это не просто рекомендации, которые со временем становятся старомодными. Они все являются рекомендациями, сохраняющими свою актуальность и использованными, необходимыми в течение 1400 лет. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не только говорил их. Он также давал примеры, практикуя их. В каких областях он дает уроки? Давайте рассмотрим несколько примеров. Кроме вопросов поклонения, все юридические вопросы с деталями, достаточными для управления государством, обучение знаниям, наукам и рассуждениям, торговля и коммерция, экономика, государство, администрация и дипломатия, общение с людьми, гостеприимство, добрососедство, дружба, уход за родственниками, брак и семейные дела, воспитание детей, защита и забота о сиротах, помощь бедным и нуждающимся, забота о пациентах и мотивация самих пациентов, решает все проблемы, связанные с языком, лидерство и работа в команде, аккуратность в каждой детали, духовное воспитание и зрелость, история, и в то же время новости о будущем, которые оказались правдой. Мы можем перечислить и другие области. Знаете, что еще интересно? Период, о котором идет речь, это шестисотые годы. Единственным человеком, делающим это, является всего лишь один человек. И этот человек – тот, кто даже не научился читать и писать, как его друзья и враги подтверждают. В то время как один человек может быть образцом для людей лишь в нескольких областях, это несравненно то, что человек без образования может быть образцом в таких многих областях и охватывать каждую эпоху, каждый период. Именно поэтому известный историк и астрофизик Майкл Харт, автор рейтинга ста наиболее влиятельных личностей в истории, поместил пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, на первое место в своей книге. Объясняя причину этого, он говорит следующее. «Мой выбор поставить Мухаммада во главе списка наиболее влиятельных личностей мира может удивить некоторых читателей и вызвать вопросы у других, но он был единственным человеком в истории, кто в высшей степени достиг успеха и на религиозном, и на светском уровне. Это то, на что обращают внимание те, кто становятся мусульманами, читая о его жизни. То, что они видят, это религия, которая затрагивает каждый аспект жизни, не просто религия, которая проживается в сердце и в месте поклонения. И она продемонстрировала свою универсальность, сохраняя свою актуальность в течение 1400 лет. Среди тех, кто мог заметить, это бывший член парламента Нидерландов Йором ван Клаверин, которого мы интервьюировали. Он хотел написать антиисламскую книгу, потому, что он знал ислам таким, каким его изображали в СМИ. Проводя исследования по исламу, он начал осознавать факты, как, например, четыре основные аспекта, о которых мы говорили. В результате путешествие, начавшееся с антиисламских намерений, закончилось тем, что он принял ислам. Таков краткий ответ на вопрос, почему люди становятся мусульманами. По мере того, как люди продолжают исследования, читают о жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, и замечают, что он приносил людям количество обращений к исламу будет только увеличиваться. Как сказал великий исламский ученый, будьте исполненными надежд, среди революции будущего самым громким звучным звуком будет звук ислама.